Девушка, которая только что рассказывала, Анастасия Зимкокислова, это вышестоящий спонсор, это тот человек, который умеет зажигать звезды, золотой директор компании «Реслейм» в открытой квалификации старшего золотого директора. У нас открыта новая квалификация, высокая квалификация, самая высокая квалификация этого года в нашей команде. Анна Козловская. Для меня это не просто партнер, ребят. Для меня это родная моя сестра, та сестричка, которую из роддома мама принесла домой. Тогда, наверное, мне кажется, на машине еще не привозили. И, конечно, первое, что меня впечатлило, это невероятно огромные глаза василькового цвета, которые смотрели на меня. Я в то время уже была взрослой девушкой, мне было 13 лет, у меня была уже своя взрослая жизнь, и в эту жизнь появился вот этот волшебный маленький человечек с глазами василькового цвета, большими бездонными, в которых много любви, и сейчас у меня много гордости за мою сестричку, за мою красотку. Я передаю ей слово. Спасибо большое, Ляночка, за представление. И спасибо за то, что мне теперь еще сложнее стало говорить. Я сначала обрыдалась, пока говорила Настя, и сейчас я снова начала плакать, когда Лена начала меня представлять. Ну что, давайте мы сначала проверим связь, как меня слышно. Я уже вижу, что пошли первые плюсики. Спасибо вам большое. И вообще мне очень сложно, когда меня поздравляют. Мне проще говорить какие-то такие запланированные вебинары, потому что меня всегда переполняют эмоции в этот момент. Поэтому буду что-то говорить. Если что-то не по делу, вы меня сразу простите. И, конечно, мне очень хочется начать с того, что сказать слова благодарности своим спонсорам, Лене Ракоичу, Денису Бирюкову, потому что на самом деле, как мы часто относимся к своим самым, к кому-то, кто намного нас младше, нам кажется, что они там, может быть, что-то еще пока не знают, что-то не соображают. И Лена меня позвала в этот бизнес с первого дня, как она пришла. Мне тогда было там 14 лет, и она меня уже звала, понимаете? И я хочу Лене сказать большое спасибо, что ты в меня верила с первого дня. Пусть я поверила тебе, когда мне там уже было, ну не помню, 18 лет я пришла в бизнес, наверное, да? Но ты в меня верила с первого дня, и вот эта вот вера постоянная до сегодняшнего дня, которая меня сопровождает, она мне очень-очень помогает, потому что, конечно же, в любом бизнесе и в нашем тоже бывают сложные ситуации, когда вот свою роль играет. Поэтому, Леночка, Денис, большое спасибо, что показали мне этот мир, что вы меня верите, что вы меня поддерживаете во всех моих начинаниях, да? У нас часто расходятся мысли по каким-то вопросам, но это так круто, что это так есть, потому что чаще всего в наших вот этих вот разных взглядах на что-то рождаются идеальные мысли, да, которые мы потом реализовываем, и это. И все получается хорошо, как, в принципе, и было с нашим проектом онлайн. Поэтому большое вам спасибо, мои самые лучшие на свете спонсоры. Ой, конечно, вести бизнес с родной сестрой – это и круче не придумаешь, и сложнее не придумаешь одновременно, да, потому что и спорим, и обижаемся, и плачем, и смеемся, и радимся все вместе. Ну и, конечно, важно понимать, что это все делают только из любви друг к другу. Поэтому спасибо вам большое, и зовите своих родственников в этот бизнес, потому что, знаете, наверное, именно родственники – самые надежные партнеры, потому что очень часто, когда у меня у самой опускались руки, у меня была в голове единственная мысль, что мне нельзя подвести Лену. Мне нельзя подвести Лену, если я сейчас что-то не сделаю, то я, ну, подведу ее, у нее же, как бы, я же ее партнер. Поэтому вот именно родственники, они будут вашими самыми надежными партнерами, приглашайте в свой бизнес самых младших сестер и братьев, там вот кто-то писал, что тоже с братом в разнице 13 лет, самых старших, мам, папа, не знаю, в общем, все, кто вам очень-очень близок, это самые-самые надежные партнеры будут. И, конечно же, хочу поблагодарить свою команду. У меня очень большая команда, но я знаю, что скоро у нас будет еще больше. И вот тут прям, я не знаю, кто делал слайд, есть такое ощущение, что кто-то из моей команды, потому что я не только Настю называю звездочкой, я считаю, что вся моя команда – это целое созвездие. Это созвездие, и вот прям слайд отображает. Созвездие успешное такое, да, которое, каждый индивидуальность, каждый яркий, каждый интересный, у каждого своя история, у каждого я учусь. И Оля Демиденкова, точно ты делала слайд, а сейчас поставила с маленький, я узнала твой почерк в слайде. У каждого я учусь, мечтами каждого я заряжаюсь. И вы знаете, когда что-то, опять же, не так, вот мне стоит пообщаться с любым из вас, и все, и ваши мечты меня заряжают. Вот вам кажется, что вам спонсор помогает, и вы даже не представляете, как вы, сильно своими мечтами, своими вопросами тысячей, да, миллионов, заряжаете и вдохновляете новые результаты. И я знаю, что у меня самая прекрасная команда, я хочу поблагодарить каждого из вас, новичков, партнеров, менеджеров, но в первую очередь, конечно же, мою опору, моих директоров и старших менеджеров. Моего первого директора, Катю Дробицкую, которая, наверное, была сложнее поверить мне, чем кому-то, в том плане, что у меня был в тот момент, ну, как бы, еще меньше результат. Так, Катюша, спасибо тебе большое, и спасибо тебе за то, что я сегодня могу доверить тебе все абсолютно, вот, ну, в плане работы, да, все абсолютно, что я бы делала, даже и даже не проверять, да. Спасибо тебе огромное, что ты есть у меня в команде. Хочу сказать большое спасибо Оле Небарака. Сегодня на вебинаре нет, но она будет смотреть запись, значит, в международной командировке. Какие у меня крутые товарищи в команде, в международной командировке. И хочу сказать спасибо Оле, потому что она старше меня, и она меня воспринимала как, там, ну, дочку, в общем, ее знакомых, но вот она мне ни одного дня, с первого дня, как она пришла в команду, не показала этого, да. Хотя как раз таки Оле присоединила в самом начале, когда мне там и было лет, не знаю, может, 20. И, конечно, я для нее была не авторитетом, понятное дело, я и опыт жизненный имела меньше, ну, и в целом она как бы такой высококвалифицированный специалист. Вот это вот своим отношением ко мне давало мне стимул еще больше развиваться. Поэтому, Олечка, спасибо тебе большое. Хочу сказать большое спасибо Оле Демиденковой, третий директор в моей команде, за ту огромную работу, за тот пример, который она показала, за ту решимость, которую она проявила на 6% уволиться с работы и прийти в бизнес с Эри Флейм, и за те ежедневные действия, которые ты делала, делаешь и обновляешь себя, меня и всю мою команду, свою команду, всю мою команду, даже в которой ты не являешься спонсорами. Поэтому, Олечка, спасибо тебе за то, что ты есть, такой человек в моей команде. Я в процессе работы с тобой очень многие свои качества отточила. Хочу сказать спасибо Оле Костиной, новый старший менеджер у нас в команде, которая... Ой, очень долгая история у нас с Олей. Сколько раз Оля там приходила, уходила, но вот, наверное, такую вот какую-то невидимую связь, из-за которой Оля все-таки не ушла, хотя и работала на госработе, к то время потом снова уволилась и пришла в Арифлэйм, вот за то, что даже куда-то уходя, вернулась снова. Вот иногда нам, чтобы понять, что же у нас есть, нужно с чем-то сравнить, правда? Иногда нам нужно с чем-то сравнить. Поэтому, Олечка, спасибо тебе большое, что ты все-таки здесь, что несмотря на... Я знаю, что у тебя сейчас в данный момент не самый простой период в жизни, да, многие, может быть, этого не знают, но я тебя просто уважаю за твою стойкость вот эту, за то, что ты ни на что не обращая внимания, идешь вперед и ведешь за собой команду. Я знаю точно, что на банкете этого года мы будем вместе. Ну и, конечно же, спасибо еще одному, пятому старшему менеджеру в моей команде, которого выступление мы только что слушали. Настя, я хочу сказать тебе большое спасибо, что я уже говорила на нашей планерке, что ты первый человек, который на онлайн-систему пришел. И ты чувствовала, что она еще сырая тогда была, да? Вот ты же на самый первый пост реагировала. И когда ты начала работать, ты чувствовала, что ты задаешь иногда вопросы, на которые я не могу тебе ответить сразу. И вот ты такой вот, такая первая ракета, да, которая запустилась по онлайн-систему, и вот ты сейчас взлетела. Я не знаю, почему ты вот шла на систему тогда, которая еще была сырая. Я не знаю, почему ты верила каждому. Знаете, очень за это благодарна. Ты большая умничка. Это действительно пример. Я не зря говорю, что ты звездочка. Ты сама большая звездочка. Ты очень много чего делала. Знаете, тебе было страшно. Ты продолжала. И вот сейчас, знаете, некоторые люди говорят, ну, там, повезло этому. Он пришел давно. Вот повезло тому, он пришел первым. Повезло тому, у него там старший ребенок смотрит, младший. Он, в общем, разный, его муж поддерживает или что-то в этом роде. Вы знаете, я могу сказать, что любая удача – это труд. Любая удача – это труд. Всегда больше везет тем людям, которые делают какие-то действия. Да, вот если говорить про успех в бизнесе, кто-то говорит, ну, вот, ему повезло, ему встретился там правильный человек. Ему повезло. Он сделал, например, он добавил друзья там нужного человека, и он среагировал на его пост. Ребят, но ведь он ему добавил друзья. Но ведь он разместил тот пост. Но ведь он провел эту встречу и назначил. Но ведь он пошел в то место, где встретил правильного человека. Если мы просто будем сидеть и размышлять, не будет у нас никакой удачи. Удача приходит к тем людям, которые повторяют многократное количество раз одно и то же действие, правильные действия, которые идут к результату. Не получается, идут снова. И вот по этому поводу мне очень нравится цитата, может быть, я недословно сейчас ее скажу, известного баскетболиста, да, легендарного Майкла Джордана. Он говорил, что я проигрывал тысячи игр. Я проигрывал, я не попадал сотни раз. Около 30 раз, когда команда доверяла мне в матче на победу этой репродаж, я его проваливал. Но именно поэтому я стал чемпионом. Именно поэтому я стал чемпионом. Именно потому, что промахивался сотни раз. Поэтому сейчас для вас кажется онлайн-бизнес чем-то совершенно вам незнакомым. Вам кажется, что вы будете делать и будет не получаться. Вы правы, вы будете делать и будет не получаться. Вы будете общаться с кем-то и вам будут отказывать. Но только через это пройдя, придете к тому, что вам будут отказывать меньше, вам придут правильные люди. Вы начнете нормально формировать свою команду в онлайн-бизнесе, и ваш онлайн-бизнес начнет приносить сначала небольшой доход, потом большой доход, и потом вы станете той самой звездочкой, которая будет вот так вот, как сегодня Настя, как сегодня Надя, как сегодня Юля, в общем, как сегодня девчонки все делиться своими результатами, историями. Ведь у каждого это может получиться, самое главное к этому идти. Не распыляться на какие-то действия, которые нам нравится делать больше, а делать те действия, которые нужно делать. Они простые. Давайте подсказывайте, какие есть три правильные. Три О у нас есть. Три О, которые нужно делать. Мы даже для новичков упростили специально эти вещи, назвали, ну, как бы с одной буквы начало, чтобы вы не забывали. Три О. Первое О – организовать личный товароборот. Не знаете, как вам на вебинар 150 баллов легко. Все. После него все становится просто. Второе О – организовать поток партнеров новых в ваш интернет-магазин, в вашу команду. Не знаете, как серия вебинаров методы работы. Не знаете, даже после этого, как личная беседа с менеджером, с директором, всегда открыта для этого. Третье О – организовать обучение для команды. А вы сегодня здесь. 176 человек, которые уже начали, ну, хотя бы одно О делать точно, да? Сами себя организовали, себя начните, потом уже команду. Все. Вот эти три вещи мы делаем системно, ежедневно. И все будет прекрасно получаться. Все будет прекрасно получаться, если мы только этого захотим. Со сложностями, с какими-то препятствиями, но получаться будет, если не останавливаться. И вы знаете, я хочу особый момент, если говорить уж про обучение и про то, что легко получались первые О. Хочу отдельное такое внимание уделить Академии Бизнеса, да, которая вот у нас сейчас будет в субботу. Ведь очень уже Лена про это говорила, и каждый спикер, наверное, говорил, и я скажу, потому что так и есть. Академия Бизнеса, вот эта вот система Академии Бизнеса, она реально дает потрясающие результаты. Ведь мы запустили, вот сейчас прошло две Академии Бизнеса первых и одна Академия Бизнеса вторая. И я вам хочу сказать, что те сроки, которые мы вам называем, да, что вот вы пошли на Академию Бизнеса один и через два каталога вы вышли на 9, два-три каталога вышли на 9 процентов. Мы же врём. Вы знаете это? Что мы врём. Потому что в реальности происходит так, что на Академии, прямо во время Академии, ещё не закончив, люди выходят на 9 процентов. Через неделю после Академии люди выходят на 9 процентов. Через один каталог люди выходят на 9 процентов. То есть не через два-три, а ещё быстрее, понимаете? Поэтому это действительно потрясающее обучение. Конечно, оно срабатывает только в том случае, если вы применяете на практике. Но скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот если вы такой здравомыслящий человек, у вас есть какие-то цели, сейчас у вас не совсем есть финансы для них. Потому что вы не знаете, как заработать. И вам говорят, сходи на Академию, там тебе вот так вот под запись всё расскажут, и ты будешь это делать. Вот тебе расскажут, что делать от и до, от А до Я. И ты сможешь заработать деньги на свою цель. Вот что может быть проще, правда? Не 5 лет отучись там в университете, чтобы потом сначала иметь небольшую зарплату, но всё же её иметь. Нет. Пойди, послушай, сделай. Сделаешь, дальше скажут опять под запись, что как. Пойдёшь, сделаешь. Всё будет. Мне кажется, это всё так просто, как это всё гениально и просто. И вот эта академия так и даёт результат, что она действительно очень простая, доступная для каждого человека. А не только для тех, кто имеет там учёную степень, правда? Для каждого человека доступна. Любой, переходя на Академию, может её понять, услышать и применить. Всё. Бери, делай, работай, и всё будет прекрасно получаться. И вот сколько новых званий. Вот сколько новых результатов вы увидели сегодня на вебинаре. Поэтому, кто квалифицировался, я вас поздравляю. Я уже видела, что в списках много людей. В субботу мы ждём новую группу Академии. Вы ещё даже не представляете, насколько крутая вещь вас ждёт. А те, кто ещё не квалифицировались, ребят, сегодня всего лишь в средах. Есть ещё до пятницы двое суток, которые вы можете успеть. Вы знаете, чтобы попасть на Академию, нужно выполнить условия партнёрства. Сделать 150 баллов личные товары в арт организовать и одного человека пригласить. Сделайте это. Если вам кажется мало времени, немало. Есть люди, которые делали это за несколько часов, узнавая про это. Помните, я тоже в своей команде, как я на планёрке, недавно говорила, фильм «Легендный номер 17». Фильм про известного хоккеиста, легендарного Харламова. И вот там такой момент почти к концу уже идёт, где его взяли в сборную, но его не выпускают на лёд. Вот уже игра практически заканчивается, а он на скамейке запасных сидит. Ему так хочется туда выйти, а его никак не выпускают. И вот он сидит, нервничает, всё. И, значит, команда там то ли ничья, то ли даже проигрывает. Ой, обалденный фильм, однозначно. Там столько уроков для нашего бизнеса, смотрите все. Вот вам совет от меня на сегодня. И, значит, за минуту до конца игры его тренер выпускает его на лёд. И он говорит, послушайте, осталась всего лишь минута, что я могу сделать? А он ему говорит, тренер Тарасов, да, он ему говорит, минута – это целые 60 секунд. За 60 секунд там нормальная шайба долетает там куда-то. В общем, смысл в том, что он выходит на лёд с этим настроем, что у него не всего лишь одна минута, а целые 60 секунд. И он забивает решающую шайбу, и команда приносит победу. Так вот у вас не всего лишь двое суток, а у вас целых 48 часов. 48 часов – сколько там это у нас минут, да? 3000 минут, а сколько у вас там секунд? Ребята, вы всё можете успеть делать, мы вас ждём на Академию, тогда ваш рост неизбежен, и я думаю, что вы очень скоро засияете, а не поскорее. Ещё раз хочу сказать большое спасибо команде всех директоров, моей команде, звёздные у меня самые лучшие, самые классные вообще. Вот я вас просто обожаю всех, и я знаю, что скоро ваши имена узнают лучшие сцены мира, да, и так далее. И большое-большое спасибо моим спонсорам, Лене Денисом, и моим всем вышестоящим спонсорам, которых сегодня нет, да, на вебинаре, но я обязательно с ними встречусь в ближайшие дни, да, с кем-то в ближайший месяц, и скажу им спасибо лично, потому что и наши спонсоры, Анжи Даша Рыжкевич, и Наталья Александрова, и Станя Екатерина Гречишникова, они нас все чему-то учат, они каждый вот вносит свой вклад. Поэтому всем большое-большое спасибо, всем огромных успехов. Давайте вперед, все получится, результат всех людей в нашей общей бриллиантовой команде дает нашей команде силу, поэтому давайте покажем, что мы действительно бриллиантовая команда, действительно бриллиантовая. Я думаю, что Лена с Денисом будут очень гордиться, если и в бриллиантовой команде будет много бриллиантовых директоров, да, вот это будет настоящая бриллиантовая команда. Всем-всем огромных успехов, скоро увидимся, да, и я надеюсь, что на банкете директоров мы поедем большой-большой командой, Потому что в этом каталоге, если вы открываете звание, вы еще успеваете на квалификацию на этот год. Спасибо за поздравления, спасибо за вашу поддержку в чатах, особенно в день закрытия. Я просто не успевала всем отвечать. Все, я отключаюсь, Леночка тебе слово передаю.